МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех зрителей Диала с Донбассом. Смотрите, слушайте людей, получайте от них вопросы, получайте от них информацию. Я живу на поселке Стахановце. Рождение мое здесь все. Война получилась у нас. И вот на этом мы брошены. За вот эти 6 лет мы никому не нужны. Разбитые, везде дома. Это не то, что там наш дом, допустим. У нас многие дома тут разбиты. Дороги фактически нет. Автобус идет только в 6.15 утром. Назад он даже не завозит. Куда-то в больницу выехать или что? Нет. Больница у нас тоже была больница. Есть там два человека. Теперь куда-то без власти у нас. Нам некуда обратиться. Если мы придем, допустим, я ходила сама в городсовет, у нас 8 дом, а 7 рядом разбитые. В войну разбили его. И там канализация забита. Мы не можем окна открыть. Мусор. В том году, спасибо, вывезли. Мы находимся на линии разделения. Это золотое. Поселок Стахановец. Потому что золотое состоит из 4 поселков. В поселке живут 450 человек. Поселок практически, вот как и десятки таких, которые находятся на линии разграничения, брошен властями. Практически никто не занимается им. И возникает у людей куча проблем, связанных с доставкой, с поездками куда-то, с водой, с отоплением, с мусором, с жильем. Там крыши поломаны, крыши текут. Вот таких поселков на линии разделения, их десятки. Вот здесь люди криком кричат, что вот помогите. Потому что нельзя так, здесь же живут живые люди, у них есть своя судьба, они хотят жить, они не должны чувствовать себя брошенным. Поэтому вот мы часто бываем в таких селениях, в поселках, везде стараемся помочь. Не все удается, но будем дальше стараться. А самое главное, тут еще есть шахта, которую хотят закрыть. А если, не дай бог, ее закроют, то 480 человек останутся без работы. Это вообще катастрофа, им деваться некуда. Практически взрослое население Золотого работает на этой шахте. Это не только для поселка трагедия, это трагедия для поселка Стахановец, это трагедия для Золотого. И это часть трагедии для карбонита. Потому что люди у нас разных регионов работают. Если в других городах есть другие предприятия, там мало ли какие, а у нас одно. И будем говорить, что шахта наша, действительно молодой энергичный директор, плюс команда его, инженерно-технического персонала, профсоюзная организация, рабочие молодые, вы вот видите, что говорят. Первый вопрос, который меня просили довести до вас, сохранить шахту. Да, перспективы. И сможете ли мы нам все помочь? На шахте работает 480 человек. Сегодня политика такая, чтобы позакрывать все шахты. Не только вашу, все остальные. Они им не нужны. Они там, солнечные батареи, еще куда-то с Африки, с Польши, с Россией откуда угодно везут уголь. И они это делают. К сожалению, такого бардака не было никогда. Это они сегодня сейчас делают. Поэтому мы тоже будем бороться. Почему приехал сюда Йоффе? Потому что посмотреть на своими глазами и поговорить с ребятами, которые приехали из шахты, что они есть, они существуют, они кормят свои семьи. И надо им помочь. Мы этим тоже будем, за это будем бороться. Вы смотрите, вот у нас каждый, сейчас вот вы, как бы мы не все можем решить, Дунаев борется за дорогу сейчас. Йоффе борется за шахты. Я борюсь за то, чтобы дали право выборов. Мы все занимаемся, мы все за вас, потому что мы отсюда, мы местные. Поддержите. Возможно, мы как-то выйдем с этого. Мы поддержим. Мы вернемся домой. Делайте все возможное. Вернемся в Киев. Вы же с нами. Министерство. Мы всех будем сейчас терроризировать. Но я вам, говоря, в глаза вам скажу, что им наплевать на наш край. Скажите, будет коммунарск, мы замерзнем. Хайга-дифицируем. Ты их до лампочки. Я извиняюсь за ржение. Им наплевать на все. Вы видели их вообще? У вас депутат был ваш с Северодонецка, со Слуги народа или с этого? Был? Вы вообще знаете, кто у них там? У вас с Сахановой все было? Нет, не было. Вы ему поднимали? В центр занятости не берут, потому что я не рассчитана. В Перамайске я работала. Меня не берут никуда. Вы переселенка из Перамайска? Нет, я живу здесь, но работала я там. Сейчас вот у нас здесь на поселке две матери-одиночки. Мы остались вообще без ничего. Без средств к существованию. Подскажите, что нам делать? Что делать? Давайте мы возьмем на работу двух матери-одиночек и пусть убирают территорию, а оформите их на работу тогда. Ну давай, хорошо. Будете работать здесь? Мне нужно от вас обращение от шахтеров в шахты «Золотое» о том, что вы против того, чтобы шахта была остановлена. У нас, по-моему, есть мнение о шахте, нельзя остановить. У нас подписано, есть документы уже. Давайте Юлию Яковлевичу. На кого писать? На него. Это первое. Значит, обращение по шахте – это то, что надо заниматься, чтобы ее, не дай бог, не отключили от этого, от воды и от электричества. Второе. По дороге. Мы контролируем дальше, чтобы дорога была закончена. И как только она будет закончена, что у нас согласятся идти ездить, мы проводим сюда автобус, сделает тендер областной администрации. Это отвечает Илья Владимирович Дуная. Он начал эту тему с дороги. К нему обращаться, да? Да, к нему обращаться. Он этим будет заниматься и будет над этим работать. И, значит, по вопросу этих вещей, которые остались на поселке, да, по житейскому. Есть Александр Иванович, который директор химзавода «Заря». Он директор химзавода «Заря». Он производственник. Они восстанавливали с Дунаевым по Пасмину, когда его разбомбили. Он знает, как восстанавливать. Он вам поможет по канализации, и он же займется строительством крыши, потому что мы с женщиной ходили. Но там дело даже не в крыше, там надо стягивать весь дом. Там же дом на две части может разделиться. Дальше. Какие еще есть вопросы, связанные с канализацией? Мусор вывезти, мы его попросим вывезти к нему. Я вчера ездила в горсовет. Вот по бытовым вопросам, которые поможут. Да она даже разговаривать не хочет. Кто? Начальник этого. Горводоканала. Горводоканала. Городоканала вы не достучитесь. На этот поселок они все как бы смотрят, как на заброшенную. Но мы-то поэтому и приехали, что вы для нас, мы не равнодушны к вам, вы для нас свои, и мы будем помогать. Не все сразу, но все нам будет двигаться. Мы с поселка Золотого переехали в город Рубежно, и сейчас находимся на территории химзавода «Заря». И вот о чем спрашивают люди на этом предприятии, которое достаточно успешно работает, поставляет продукции на экспорт и создает новые рабочие места. Юрий Анатольевич, скажите, вот в Рубежном сейчас активная молодежь стала инициатором создания молодежного совета при городском совете. Общаясь с данными людьми, возникает много вопросов, которые они хотят задать. Это в том числе перспективы развития именно молодежи в нашем городе и регионе в целом. И проблемы, которые связаны с этим. Недостаточное количество рабочих мест, ухудшение инфраструктуры для отдыха и спорта, недостаточное развитие направлений в сфере молодежи и поддержка государства молодых семей. Как вы видите работу в данном направлении для нашего региона? Кстати, очень хорошая идея, причем не только для региона, а для всей страны, потому что создание молодежного совета при мэрии, которое будет доводить мнение молодых людей, заставлять на них реагировать, это, наверное, то, что нужно. И это хорошая история, потому что, на самом деле, сегодня, когда молодежь хочет видеть свою перспективу, очень важно, чтобы ее услышали, и не только в рубежном, и не только в регионе, а по всей стране. На самом деле, хорошая идея, мы ее полностью поддержим, и будем делать так, чтобы она была реализована. Во всяком случае, там, где будет наша власть, мы однозначно это поддержим. Считайте, что мы это взяли на вооружение. Молодежные советы при мэриях. И вот хочу вас спросить, когда же закончится тарифный геноцид для нашего народа? Когда же, в конце концов, коммунальные тарифы будут соответствовать нашим зарплатам и пенсиям? Вы помните это обещание сегодняшней власти, когда они шли на выборы, что бабушка будет получать коммунальную квитанцию без какой-то потери памяти или испорта? Нереально обманули, реально пошли на поводовое МВФ со всеми этими наворотами типа рыночных условий цены на газ, на электроэнергию. На самом деле-то у нас таких зарплат нет. И это закончится только после смены власти, поскольку я вижу, что сегодняшняя власть на это не настроена. Они обманули людей. Газ дорожает, электроэнергия поднялась. Они реально обманули... Да, когда 2000 пенсии и полторы надо заплатить за коммуналку, о таких случаях полно. Это реально обманули людей, причем цены за то, что они так стыдливо об этом умалчивают, говорят, ну мы там сейчас сидим какие-то там, пенсии на 20 гривен поднимем. Обман людей. К сожалению, так и только после смены власти. Но сударцы будут обращать внимание хотя бы на пенсионеров? Сегодняшнее государство это в основном внешнее управление. Вот им пенсионеры не нужны. Я абсолютно четко это говорю, поскольку пять последних лет был бюджет, который был построен за счет пенсионеров. Потом пришла новая власть, мы, казалось бы, думаем, ну эти хоть будут как бы на волне доверия как-то поддерживать пенсионеров. Нет. То есть, к сожалению, мы видим, что пенсионер опять остался крайним. И только после смены власти мы сможем восстановить справедливость и доверие к власти за счет того, что поддержим пенсионеров. Юрий Анатольевич, спасибо большое. Без помощи действительно на зале сегодня городу было бы очень трудно. Но спасибо, во-первых, помогли не только по... Ну, сам доход нашего бюджета состоит из доходов завода «Заря». Но еще вторая часть очень много помогли, потому что пандемия и коронавирус, который сегодня сработал, очень помогли нашей городской больнице нашим медицинским работникам. Но все-таки хочется простой вопрос. Когда же эта медицинская реформа закончится, меня врачи просто одолевают, потому что, больше того, переложили все вопросы на местные бюджеты. Все, что связано было с национальной службой, все кинули нам, как под танк. Поэтому, когда эта реформа закончится, такую надуманную часть придумали, что сегодня людей оставили практически врачей без денег и без нормального обслуживания наших людей. Мы вообще-то пролосовали в парламенте 64 миллиарда на борьбу с коронавирусом. И как раз часть денег должна была пойти врачам на зарплату, на увеличение ее, на средства защиты, вообще на финансирование медицины, поскольку она явно была не до финансирования, а при той исполняющей обязанности Супрун, министра, она вообще шла в тартарары, скажем так. Это было сознательное уграбление медицины. То, что мы видим сегодня, идет пробки, попытки исправить ситуацию, но явно очень нерешительные и явно недофинансированные. Поэтому мы наставим, собственно говоря, критика нашего правительства идет из-за того, что они не финансируют медицину так, как это положено в период эпидемии, в период борьбы. И вот борьба за медицину – это один из тех фронтов, которые мы сегодня ведем, и я надеюсь, что мы победим. Как известно, Донбасс – это промышленный край. Скажите, пожалуйста, когда возродится промышленность Донбасса? У нас промышленность вообще Донбасса и всей страны возродится только тогда, когда будет в этом отношении государственная политика, когда государство будет заботиться не о том, чтобы… даже не государство, а когда тогда власть будет заботиться не только о том, чтобы сбегать куда-то, взять очередной кредит, а будут стараться поддержать промышленные предприятия, работающие, чтобы дать ему льготы, дать ему поддержку на внешнем рынке. Вот тогда будет возрождение промышленности и создание рабочих мест начинается как раз с конкретных сроков действий со стороны власти. Они просто там что-то сказали и сбегали за очередным кредитом. К сожалению, сегодняшнее правительство, я даже правительство не беру, они вообще там к этому не имеют отношения, сегодняшняя власть в целом и правящая большинство в парламенте, и президенты его окружения, они мало на это внимание обращают, в этом беда. Но ситуация поправится, поскольку у нас хороший потенциал и мы все исправим. Я благодарю еще раз всех, кто смотрит канал. Спасибо вам за то внимание, которое ощущаю, когда вы задаете вопросы, когда вы смотрите, пишите отклики и всегда буду с вами, всегда буду рад общению с вами.